Университет Лобачевского студентов кафедры журналистики филологического факультета ННГУ. Здравствуйте, уважаемые гости и дорогие коллеги-журналисты. Мы рады приветствовать вас на сегодняшней пресс-конференции, участниками которой стали Андрей Александрович Фурсенко, помощник президента Российской Федерации, и Евгений Владимирович Чепрунов, ректор Нижегородского государственного университета имени Николая Ивановича Лобачевского. Пожалуйста, начнем сразу с первого вопроса. Здравствуйте, я студент первого курса кафедры журналистики Зайцев Андрей. Мы очень рады приветствовать вас в стенах нашего университета. И первый вопрос я хочу задать вам, Андрей Александрович. Каковы ваши впечатления и как вы оцениваете потенциал нашего ВУЗа? Ну, потенциал университета оценен был достаточно предстоительной комиссией, когда университет попал во все практические списки ВУЗов. Он в свое время выиграл грант инновационных программ развития в рамках НАСПроекта. Он стал исследовательским национальным университетом. И в последнем конкурсе, очень жестком конкурсе, с участием иностранных экспертов, он попал в состав тех, кто претендует на попадание в топ международных рейтингов лучших университетов. Поэтому оценка объективная. Дело с разными людьми. Это означает, что университет способен претендовать на самый высокий результат. Как известно, кому много дано, с того многое спросится. Хотелось бы, чтобы результаты были не только в каких-то, пусть и очень важных, но формальных показателях, типа количества статей, цитирования статей, привлечения иностранных студентов, преподавателей, но и в том вкладе, который университет делает в развитии экономики страны, ну и социальной сферы. И мне представляется, что и тут университет делает достаточно много. Наверное, может сделать больше. В университете очень серьезно отвеслись к оценке того, что является перспективой. Для страны, для мировой науки, ну, значит, и для университета. То, что сегодня является наиболее важным и наиболее, пожалуй, приоритетным для мировой науки, это качество жизни людей. Это вопрос увеличения продолжительности жизни и качества жизни. То есть, чтобы эта долгая жизнь была здоровой и интересной. Все эти вопросы, которые университет может помочь решить и решает, говорят о том, что перспективы хорошие. Здравствуйте, меня зовут Томилина Анастасия, кафедра журналистики. И, Андрей Александрович, у меня к вам вопрос такой. Нас, будущих журналистов, интересует вопрос, как сейчас обстоят дела в Академии наук и как вы думаете, какие направления научных исследований сейчас имеют более стратегическое значение для России? Спасибо. Ну, частично ответил на этот вопрос, по-моему, да? Вот. Что касается того, как обстоят дела в академических институтах, среди которых очень достойное место занимают институты Нижнего Новгорода, то мне кажется, что сегодня идет активная работа в целом ряде институтов, работа, направленная на выбор и приоритетов, на реализацию, на какие-то решения каких-то организационных проблем, которые позволили бы более давать лучшие результаты, на интеграцию с высшей школой. Вот что важно и, мне кажется, очень здорово для Нижнего Новгорода, то, что здесь эта интеграция присутствует. Мне кажется, что очень неплохо институты Академии наук, там и ПФФ, в первую очередь, взаимодействуют с университетом. Я думаю, что было бы неплохо, если бы и другие вузы включились в это сотрудничество, то же самое технический университет, то, что ведущие ученые из Академии преподают в университете, то, что мы посетили Академический институт и видим, что очень многие студенты работают там, еще не закончив университет, это и говорит о том, что, в общем, и у высшей школы российской, и у академической науки шансы на развитие неплохие. Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, будет ли продолжена практика мегагрантов? Спасибо. Я думаю, что сама логика привлечения ведущих ученых в университеты, в академические институты из других институтов, из других университетов, из других стран, может быть, она себя проявила очень положительно. Нижний Новгород, по-моему, очень здорово использовал эту возможность. По полной. По полной программе. И есть такая пословица, что нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца. Вот я думаю, что эта курица как раз золотые яйца и несет. Поэтому я думаю, что в той или иной форме такие инструменты будут использоваться. Может быть, у нас иностранный студент хочет что-нибудь сказать или спросить? Поднимал уже два раза руку, но мне дают. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Иван Манюль Бушу. У меня нет вопросов. Просто хотел сказать, что ННГУ – это отличный вуз. Спасибо. Здравствуйте. Студентка кафедры журналистики Стульникова Лорена. Андрей Александрович, как вы относитесь к ЕГЭ и какие реформы в образовании ожидают нас в дальнейшем будущем? Спасибо. К ЕГЭ отношусь как вполне эффективной и неплохо себя зарекомендовавшей форме проверки знаний. С одной стороны. А с другой стороны, призывал и призывая ни в коем случае не абсолютизировать и не демонизировать эту форму проверки знаний. Надо помнить, что ЕГЭ не более чем экзамен. Это одна из форм оценки того, что знает абитуриент. И он точно не исчерпывает, не является таким судьбоносным инструментом и для человека, и для вуза, и для школы, и вообще для страны. В ЕГЭ по сравнению с предыдущими формами экзаменов есть определенные достоинства. Это более объективный экзамен. Он меньше зависит от взаимоотношений преподавателя и абитуриента. ЕГЭ создал возможность для абитуриентов не только вузу выбирать себе студента, но и студента выбирать себе вуз. И это означает голосование за тот или иной вуз, за то или иное направление. И это сигнал высшей школе и конкретным университетам. Как к ним относятся абитуриенты, ну и их родители. Я неоднократно слышал от хороших учителей, от хороших директоров школ, что они к ЕГЭ относятся нейтрально по одной простой причине. Они учат ребят думать, они учат ребят, они дают ребятам знания. И эти ребята, они сказали, мои ребята мне говорили, они сдадут любой экзамен, потому что они знают предмет. Поэтому я считаю, что как любую форму проверки знаний, наверное, надо ее как-то совершенствовать, делать ее более дружелюбной по отношению к тому, чьи знания ты проверяешь. Но при этом не надо ее абсолютизировать. Проблема в том, чтобы хорошо отучиться во все время учебы и выйти нормальным специалистом. Вообще учатся не для отметок, учатся для того, чтобы что-то узнать. Школа – уникальное время, когда главное в свое время, которое очень дорого, которое является самым дорогим ресурсом любого человека, вы можете потратить на то, чтобы приобретать новые знания. Если это им возможности не воспользоваться, какие бы ни были экзамены, вы все равно время потеряете. А я повторяю, это единственный ресурс, который невосполним. Все остальное можно так или иначе воспользоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова